Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Советники, которые наводнили Старую площадь, которые помогали писать некоторые статьи Конституции РФ, убрали статью, связанную с идеологией государства российского. Без идеологии нет будущего ни в одного государства. В любой стране мира сегодня есть идеология государства, идеология будущего. У нас его нет. Это самое главное. Сегодня, являясь председателем комиссии президентского совета по международным отношениям, комиссия, которую я возглавляю по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. И когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин взялся за эту скользкую тему, за тонкую грань межнациональных, межпрофессиональных отношений, до него никто за эту тему не брался, создал совет. И были созданы четыре основных комиссии. Одна из главных, которые он сказал, говорит, я поручаю тебе. Почему? Потому что у нас есть опыт. Опыт воспитания патриотов. Опыт работы на Дону, на Кубани, в Сибири, в Забайкале о том, что необходимо сегодня делать. Мы берем пример наших предков, о которых говорил профессор Ленков, и должны переложить уже в 21 век, переложить как основу построения будущего мощного, сильного государства. И патриотизм сегодня является идеологической основой любого независимого государства. Любого. Патриотизм – это главная оценка деятельности любого человека. И естественно, то, что выступал Семен Байков, это как раз есть основа патриотизма. И мы сильные. Мы отдаем дань уважения тем, которые сегодня далеко, за пределами России, но являются проводниками нашей идеи. Тоже Семен Байков, он народный дипломат сегодня. Он народный дипломат. Наши мидовцы, к сожалению, не в полной мере отвечают сегодня тем требованиям, которые необходимы для России. А вот такие, как Байков, как другие наши казаки, которые разбросаны по всему миру. Вот для них как раз и нужно это принимать. Вы здесь делали резервуцию о том, что нужно обратиться туда-туда. Я являюсь зампредставителем комитета по обороне Государственной Думы. Вот если вы примете такое решение, вы можете читать в сервисах массовой информации. Я 23-го числа, как объект внесения любого федерального закона, внесу эту поправку. Вам не надо писать обращение никуда. У вас есть я. Я выполню вашу волю. Я выполню ее говорю. Поэтому любые законы сегодня это гибкий, адаптированный инструмент для сегодняшней реальной жизни. И унести эту поправку, унести изменения, для меня в Луну Грома ничего не стоит. Я буду опираться на ваше решение, на решение Конгресса. И если в Конгрессе еще прозвучит тема нашего круглого стола, о том, о чем говорю, и попробую, как наш руководитель регионального отделения Союза казаково-воинов России и зарубежья, почему сегодня в Министерстве юстиции зарегистрирована общероссийская общественная организация по развитию казачества, Союз казаково-воинов России и зарубежья. Ни одна организация не имеет такого названия. Ни одна. Потому что сегодня в государстве наш президент и те, которые рядом с ними, именно патриоты, понимают, что необходимо собирать разбросанный русский мир. 20 миллионов русских разбросаны по всему миру. Это огромная помощь, огромная основа в той борьбе, которую мы сегодня проводим против построения однополярного мира. Сегодня профессор Львов говорил о том, что есть кутора, станицы, которые имеют огромное количество казаков. Наши последние социологические исследования по югу России и Северному Кавказу показывают, что 34,6% относят себя к казакам в общем. И более 45% населения юга и Северного Кавказа считают правильным возвращением и развития казачества. Но для того, чтобы дальше развивать, дальше была та система, которая должна работать, детский сад, казачий имеется, с казачьим компонентом, школа, казецкий корпус. Разрыв сегодня между количеством казецких корпусов и казачьими, и казачьими, учебными и образовательными учреждениями, имеющими казачий компонент, это 726, то есть всего лишь 3%. Огромнейший разрыв. Значит, это вас... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok